И хочу коснуться в нашей неделе на главе «Воейцы» одной еще неизвестной вещи, но немножко вникну в нее. Раши объясняют, почему это написано вроде бы ненужное. Сказано «вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан». Можно написать просто «пошел в Харан». Почему написано «Воейцы Яков Бершевы» — «вышел из Бершевы». Раши объясняют следующую вещь, что «выход праведника из места оставляет след». То есть след отсутствие оставляет. Почему? Потому что когда цадик в городе, он величие его, красота ее. «Ушел оттуда Яцамышам, Пана Уда, Пана Зива, Пана Адра». Великолепие, величие и красота города и уходит. В этом надо разобраться, что есть говорится. Во-первых, Яков оставил в городе не больше, не меньше своего папу Ицкака и маму Ривку и величайшими праведниками. И как это можно сказать, что великолепие, красота города? Ушли, ушли, оставили его. Второе, надо понять еще одно вещь здесь, что Яков не был человеком известным, то что называется. У него говорили, что «Ейшев Оэлем». Он сидел и учился. Он не был, он не выступал на улицах, не давал уроки. Он сидел и учился. Давайте просто вдумаемся в эти вещи. То есть тут говорится следующая вещь, что даже если есть вместе праведник, кто действительно сидит, учится, ничего больше не делает, он является причиной, что в городе есть великолепие, красота и все прочее. То есть через него он является тем самым путем, тем самым каналом, по которому Всевышний в этот город спускает свой свет. В городе еще остался канал Исха, канал Ривки, но один из трех каналов ушел, нет его. Есть, я когда-то помню, у меня упались на глаза слова, у меня приеден этот наш учитель Рапшрома Вольбер, сказал следующую вещь. Есть человек, который вроде бы занимается общественными делами, но в принципе он отворяет свои потребности этим самым. он любит суетиться, любит быть среди, так сказать, событий, любит быть важным. Такого человека вообще нельзя назвать человеком общественным, он занимается своими делами, а не общественными. А есть другой. Человек учит Тору, молится, но его сердце, его намерения, они направлены на то, чтобы удостоить наш народ. Он, то, что называется по-настоящему Иссибур, человек общины. На самом деле через него приходит благо общины, он является тем самым проводником всего этого блага для всей общины. Это реально то, что здесь говорит Ираша, что в силу Якова город остался всех этих больших вещей. Я хочу тогда объяснить несколько вещей. Сегодня такой особый день. Сегодня ерцать, день смерти одного из наших величайших учителей, Бороха Бера Лайбовича, автора книги «Бекат Шмуль». И хотелось коснуться именно его ухода от нас. Это был уход нас по Гойскому исчислению в 1940 году. В каком году? Есть удивительная вещь. Это за месяц до него ушло у нашего мира Равчимоншкопы. Они были двумя крупнейшими главами Исшивы в Литве. Равчимшкопы в Гродно, Шрай Тойру в Гродно. Борох Бера Лайбовича, он Борох Исшивы в Каменице, в Литовской Каменице. Есть удивительная, одинаковая реакция на их смерть, их обоих, двух величайших светочек Тора этого поколения. Они не сговаривались, не сговаривались. Это была реакция Рабхайма Уизера. Там была реально Рабаншукопная гула в Литве, в Польше. Тоже Польши не было реально. Там была растерзана немцами и Сталином. И примерно так же отреагировал Вердовский строй Хазуна Ишкар, об этом узнал немножко позже. Лекция была знала, что пока были живы эти два главы Ишивы, главы Ишивы, то нацистцы не могли зайти в Литву. Не могли. Почему? Потому что их тяжкой трудноторой он защищал защищал всю общину в Литве. Поэтому известно, что когда узнал об этом Хазуны, что оба они ушли из мира, он долго-долго плакал. Долго-долго плакал. Это был очень тяжейший удар. Я еще лишь немножко объяснить. Это тема нашей главы, тема также предыдущей. Мы читаем в предыдущей главе о том, что когда Яков облачился в одеяние Исава, пришел к Ицуху, получить благословление, то Ицух услышал голос Якова, а пощупал его, это было, выглядело, как Исав на ощупь. Сказал такие слова, «Коль, коль Яков, и дай мне да Исава». Голос Якова и руки Исава. Наши мудреццы объяснили эти слова, что когда есть голос Якова, то руки Исава, они не властвуют над нами. Есть удивительная история Павла Собора Борга Лайбовича. Как известно, после начала Второй мировой войны, еще до начала ее, Риббентроп и Молотов договорились о разделе Польши. Я дальше в Вильню, в Литве. И вначале нацистцы захватили каменец, и там приходили нацистцы, там и время ставилось плохо. Но они охраняли, и, как говорится, не давали волосу упасть с головы Робурухберг. Они охраняли его. Ничего с ними случилось. Видишь, просто удивительно. Удивительная вещь. В 12-м? Да. И это просто документальное связи с ним об этом. Пока в итоге каменец не перешел, так сказать, в русскую половину, тогда он бежал со своей шивой в Вильню. Есть об этом… это все именно в силу тяжелейшего труда над Торой. это… 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 те самые праведники, которые… которых из… 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 от них исходил голос Якова. Там, где есть голос Якова, он истинно настоящий, там невластный угол Кирисав. есть об этом, если вы помните, есть… Гмара, Гмара, Масэгат Брахот. Есть Масэгат Брахот, там… где-то около двух листов, которые приводят те молитвы, которые молились наши учителя, Таноим, Тайцемишны, Амуроим, Тайцемишны, после молитвы Шманаесера. Помните такое место в Грохот? Ну, есть такое место. Там приводится такое очень… интересное место. Там приводится то, что… какую молитву молился Рабейна Акадош? Рабейна Акадош – это Раби, «Биаби Данаси». Эта молитва, она реально вошла в канон Сидура. Мы говорим эту молитву после Петеркота Шахар, после того, что она все еще спас нас сегодня и каждый день, на всяких, можно сказать, додонных соседей, и так далее. Такая маленькая, короткая молитва. там есть, на всяких прохот, одно маленькое добавление к этому. То есть, маленькое добавление, что он молился ежедневно, это молитву постоянно, после шмонайсов, хотя и постоянно его охраняли жандармы Антонинуса. Это особая тема, это касается больше предыдущей главы, но особая тема – это дружба, то есть, не дружба, величайшее почитание Антонинуса с одним собой римским императором. И как он почитал Рэбби. Как он почитал Рэбби. Есть в Масаке Табудазара удивительное место, что Антонинус постоянно приходил, тайно приходил к Рэбби постоянно. И как-то он просил его, что Рэбби, чтобы подняться на свои ложи, он сказал, что я хочу встать перед тобой на четверенькой, а ты поднимись на меня, чтобы он встал и поднялся так на ложи. Рэбби возражал, как в Малху с почитанием воплощения властей, так это не пристало так себя вести. Тут… В чем тут вообще идея? В том, что есть… Когда есть Тора, молитва, это из Кольякова, истинная праведность на высоте, это проявляется во всем мире. Мы сейчас не на уровне Рэбби, не на уровне Рэбби, но когда правляется цельно, то даже Эйсав, даже Эйсав, он подчиняет себя Якову. Это то, что был с Антонимовсом. И даже если сегодня, мы не на уровне Рэбби, но при всем при этом, есть много уровней, есть ситуация, когда, не дай Бог, нас могут поразить, когда руки Исав держат меч, который, не дай Бог, нас могут поразить, а есть образ другой, когда руки Исав держат меч, чтобы нас охранять, это чтобы был с Антонимовсом. Есть также ситуация помежуточная, когда эти руки нас и не охраняют, но и не убивают. И все это зависит от уровня голоса Якова. Есть известное место в Секе Сен-Адрин, это приводит также Арбейн Йойновша, Рэйн Шува. Понимаете, дурное начало, оно не изменилось. У него есть, может быть, немножко другие одеяния, но само по себе, оно не изменилось. То есть, идея, что люди, защищающие Тору, это бездельники, туньяцы и так далее, она не новая. Она не новая. Называется, на самом деле, Алмуда, Ма-Эйни-Лан-Рабонен. Какая из пользы от защищающих Тору. Так же называется. Какая дикпульс. Они никогда нам не разрешили есть свинину, никогда не запретили есть коровы. Так какая из них польза. Какая из них польза. Я почти цитирую, вольно пересказав смысл говорим на русский язык. В Гумаре говорится, в чем и страшный крех этих людей. Сказано так. Есть такое понятие в Торе, «Мегале Панимба Тора Шилока Аллаха». Человек, который извращает понимание Торы. Он объясняет Тору, извращая ее. Это объясняет, очень хорошо, Рабель Йойновши, Райчува. Сказано, в Торе, что если бы было в Сдоме десять праведников, то Всевышний не перерыл бы Сдом. В Сиятер Боилийнов что-то означает, что если там было 10 человек, которые извращают Тору в Сдоме, уже Сдом был бы спасен. Человек, который считает, что нет пользы извращающих Тору, он извращает Тору. Это, кстати говоря, из очень тяжелых грехов, извращение Тору. И еще вещь просто объяснить, тут есть вещь очень принципиальная для нас. Мы, слава Богу, сидим, изучаем Тору. Мы стараемся идти путем праведников. Нам надо понять для самих себя величайшую важность этого и ответственность за это. И ответственность. Это то, что реально говорится здесь, в нашей главе. Когда уходит праведник, уходит величие, великолепие Кростогова. То есть, то величайшее влияние, которое приводит праведник в этот мир, просто тем, что он праведник. Без того, чтобы он занимался там всякой деятельностью. Это огромное благо для всего места. Я расскажу одну вещь. Эта вещь, она у нас, конечно, меньше касается, но эту вещь надо просто понимать. Сейчас в России строю есть большой шум по поводу решения израильского нееврейского суда. Что нееврейского? Там сидят евреи, но они судят не при резких законах. Выселить одно еврейское поселение. Это бессловно большая трагедия для людей. Там, с гвездой семьи, там, где-то там, около двухсот детей. И вопрос, у каждой вещи есть источник в Торе. Источник в Торе. Не просто так. Опять же, я не имею в виду именно тех, самих этих людей, но есть, в Медраше их объясняют, что, как можно обезопасить себя от выкорчевывания еврейских поселений на Святой Земле. Этот Рэбби послал своих учеников, Раваси, Равами, объяснить, как сделать, чтобы поселения не выкорчевывались места. Они приходили и говорили, поселения, где находятся, где ваши, где ваши, где сто стражей города. И показывая, вот есть армия, есть полиция. Это стражи города, они говорили. Это радушители города. А то даст стражи города. Те, кто учатся, учат других, это стражи города. То есть, когда наш народ поддерживает тех, кто изучает Тору, тех, кто изучает Тору, по-настоящему серьезно учатся, это ограждает нас от выкорчевывания поселений на Святой Земле. И то, что касается нас, это, конечно, добавляет нас, нам ответственности. Ответственности. Надо знать, что мы называемся в Медраше стражи города. А стражи города должен быть человек ответственным, знать важность того, что он делает. И это та сила Якова, которую мы сейчас читаем. Это его голос, который приносил этот мир, величие, великолепие и свет. И мы, конечно, не на уровне Якова, но каждый может это сделать больше, чем делает сегодня, так как все мои потомки в раме Царка Якова. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. 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 Продолжение следует...